На территории нашей страны находится около трети лесов земного шарка. На тысячи километров тянутся сплошные хвойные леса. Среди хвойных пород ель самая теневыносливая. Разрастаясь, она вытесняет цветолюбивые растения. Лишь на более освещенных местах старого ельника растут вечно зеленые. Грушанка, брусника, черника. Таежный богатырь, сибирская сосна. Ее обычно называют кедром. А семена кедровыми орешками. А это сосна обыкновенная. Она светолюбива. В светлых сосновых барах поселяется травянистая растительность. Встречают сэгоды. Среди хвойных пород наиболее распространена лиственница. Яркие и светлые лиственничные леса. Здесь привольно живется и травам, и кустарникам. А знаете, почему это дерево называется лиственницей? Потому что, как и лиственные деревья, оно осенью сбрасывает хвою, а весной снова одевается в зеленый наряд. К югу от хвойных лесов раскинулись широколиственные леса. Дуб у многих народов символ мощи, силы и долголетия. Этому дереву 300 лет. Но дубы живут иногда и до полутора тысяч лет. Бук тоже широколиственная порода. Буковые леса растут на юге и юго-западе нашей страны. Кого не порадует березовая роща? Кроны берез с мелкими листьями пропускают много света. Поэтому здесь густой травянистый покров. Это осина, тоже мелколиственная порода. Все знают поговорку, дрожит как осиновый лист. Присмотритесь к особой форме его черенка. Поэтому листы трепещут при малейшем дуновении ветра. В нашей стране много смешанных лесов. Где встречаются и покрытосеменные, и голосеменные, и споровые растения. Растения в лесу расположены ярусами, как бы этажами. Первый ярус занимают самые высокие деревья. Их кроны образуют зеленый полок. Он прикрывает лесную растительность от палящих лучей солнца. Защищает от сильных ветров. Деревья пониже, расположенные во втором ярусе, освещены слабее. Еще меньше света проникает к растениям третьего яруса, кустарникам. На долю четвертого яруса травянистых растений и пятого яруса мухов и лишайников остается совсем немного света. Некоторые светолюбивые растения приспособились к жизни в этих условиях. Одни из них зацветают еще до того, как сойдет снег. Другие цветут в короткую пору, пока деревья и кустарники еще не покрылись листвой. Яркие цветы медуницы издалека видны насекомым опылителям. Ландыш тенелюбив. Приманкой для насекомых служат его белые душистые цветы. У многих деревьев и кустарников цветы белые. Большинство же древесных пород опыляются ветром. Цветки их бескрасочны, не имеют запаха и сладкого нектара. Большое значение в жизни леса имеет лесная подстилка. Тепло и влага создают благоприятные условия для развития множества бактерий, плесневых и шляпочных грибов. Гриб и дерево не просто растут по соседству. Их объединяет тесное биологическое содружество. Гриб способствует снабжению дерева водой и питательными минеральными веществами. В то же время корень дерева питает гриб находящимися в нем органическими веществами. Замечено, что многие шляпочные грибы сопутствуют определенным породам деревьев. Это подберезовики. Подосинами растут подосиновики. Сообщество не только растений. Жизнь растения во многом зависит и от других обитателей леса. Вот бабочка непарного шелкопряда. Сама она безобидна. Но ее гусеники злейшие враги многих древесных пород. Это майский жук. Он объедает листья деревьев. А его личинка, живущая в земле, особенно опасна для молодых насаждений. Она объедает их нежные корни. Жук, короед, типограф. И правда, ходы этого вредителя словно отпечатаны на стволе. Питаясь тканями дерева, короеды губят его. На среде обитателей леса много и друзей растений. Вот уже знакомые нам насекомые опылители. С утра до ночи трудятся санитары леса, муравьи. Неустанно очищают кору деревьев дятел. Крылатые друзья истребляют множество вредных насекомых. Сова и филин. И этот маленький колючий зверек тоже избавляют лес от насекомых вредителей и мелких грызунов. Лес дает приют многим зверям, имеющим промысловое значение. Велико значение леса в природе. В лесу накапливается много снега. Здесь он тает медленнее, чем на открытых пространствах. Талые воды впитываются в почву. Пополняют запасы грунтовых вод, впитая третий. На открытых просторах безлесных районов снег тает быстро. Потоки воды смывают с полей верхний плодородный слой почвы. Постепенно образуются овраги. Овраги разъедают поля, отнимают пахотные земли. На безлесные районы часто обрушиваются пыльные бури. Они уносят верхний слой почвы, повреждают посевы. Но там, где лесные полосы, там поля надежно защищены от суховеев и черных бурь. Неизмерима роль леса в жизни человека. Вспомните, каждый листик, каждая зеленая былинка – это маленькая фабрика кислорода. Зеленые растения обогащают воздух кислородом, необходимым для дыхания. Многие лиственные и хвойные породы выделяют особые вещества – фитонциды. Они очищают воздух от бактерий. Познакомимся с действием фитонцидов на микроорганизмы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Алифы, красок, ваков, медикаментов и петарок Хвоя содержит много витаминов, поэтому из нее изготавляют лечебные препараты и кормовую муку Химия научилась превращать ревесину в шелк, в шерсть и множество других материалов Лес необходим человеку, а лесу нужен человек Так сегодня уничтожают очаги вредителей леса Большую беду может принести брошенная в лесу спичка, непогашенный костер Недаром говорят, из одного дерева можно сделать миллион спичек А одной спичкой погубить миллион деревьев Каждый из нас должен оберегать от пожаров богатство и красоту своей земли Большое спасибо скажут юным помощникам лесоводам В нашей стране ежегодно высаживаются новые леса на сотнях и тысячах гектаров Ежегодно проводится традиционный день леса Школьники участвуют в украшении родной земли Пройдут годы, вырастут деревья В шуме листвы, в пении птиц Люди услышат и о добрых делах школьников Верных друзей леса Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова